Здравствуйте! Это студия Баланс ТВ. Меня зовут Андрей Сидло. И сегодня у нас в гостях человек, который назвал себя куратором фестиваля короткометражных фильмов «Рада Разбложки». Здравствуйте! Здравствуйте, Андрей! Да, я бы сказал, что вы не куратор. Вот я когда готовился к программе, я написал, хотел представить вас как ответственную за создание фестиваля. Это правильно? Ну, конечно, ответственность. Мы принимаем нашу ответственность, конечно же. Ну, вообще, я предполагаю, что любое наше решение, оно должно основываться на чувстве ответственности. То есть, если мы даем кому-то совет или мы совершаем какой-то поступок, мы должны быть готовы к тому, чтобы взять ответственность. Вот вы, я так понимаю, 4 года назад в какой-то момент осознали свою принадлежность к этому фестивалю. Или вообще как? Как всё начиналось? Расскажите. Ну, всё начиналось, на самом деле, с моего рождения, потому что, мне кажется, каждый человек приходит с какой-то определённой задачей. Вот вы, например, Андрей, наверное, когда родились, наверняка вам нравилось задавать людям вопросы, вести какие-то там дискуссии. Мне кажется, это такое проклёвывалось даже в вас маленьком. Вот мне тогда всегда с детства было интересно что-то организовывать, народ как-то вот собирать, быть предводителем, куда-то всех вот вести за собой вперёд. И поэтому, естественно, фестиваль — это далеко не первый мой проект. Я практически там с детства что-то всегда организовывала. И вот ситуация дозрела до того, что пришло время организовать фестиваль. Мы как-то вот долго... Почему именно фестиваль? Почему именно фестиваль? Потому что я человек такой очень коммуникабельный, мне нравится тусоваться, мне нравится, когда вокруг много людей, все достаточно расслабленно себя чувствуют, когда играет музыка, когда все приходят радостные, что-то происходит. Поэтому фестиваль — это самый такой удобный формат, чтобы происходило то, что мне нравится, то, что нравится ребятам, которые помогают тоже делать фестиваль. Поэтому такой вот формат именно фестивальный, а не там в кинотеатре, в темноте, мы все сидим там тихо, смотрим кино, потом расходимся. Так, но вы же смотрите кино? Мы смотрим кино, но мы как раз специально даже стараемся выбирать такие площадки, которые объединяют народ. То есть у нас даже на фестивале там люди могут лежать, сидеть на полу, не обязательно на стульях, очень часто даже мест не хватает, но это хорошо, что не хватает мест. Все себя чувствуют так очень даже спокойно и радостно. Люди приходят с детьми, с собаками. Моя личная собака приходит уже второй год на фестиваль. Что говорит? Ну, она обычно лежит в углу и смотрит. Понятно. А вот вы собрались, вот вы в расслабленном состоянии, и у вас какая-то хорошая атмосфера. Тогда что происходит потом? Вы включаете кино, включаете какую-то машинку старинную или это транслируется каким-то образом? Нет, это просто по-человечески через проектор на экране все происходит. Рассказать, как все происходит. Ну, смотрите, на самом деле мне не столько интересно, может быть, сам порядок действий, сколько, если вы сможете в словах передать атмосферу того, что происходит там, это было бы наиболее ценно сейчас. Значит, фестиваль у нас на самом деле уникален тем, что он немного не похож на все обычные такие традиционные фестивали. То есть у нас не просто люди сидят в кинозале и смотрят кино, а у нас мы каждому автору стараемся дать слово. То есть у нас есть такое правило, что если автор приходит на показ своего фильма, он обязательно, ну не обязательно, по желанию, если он хочет, он может выступить перед фильмом и презентовать свой фильм. Если автора нет, то обязательно ведущий зачитывает текст автора, который автор прислал во время заполнения заявки, и только после этого мы смотрим его фильм. Потому что у нас фестиваль именно про самовыражение людей, про то, как именно люди видят и воспринимают, что они думают, что они хотят сказать. И как раз в этом вот такая вот изюминка фестиваля, что мы принимаем фильмы не только от профессионалов, от людей, которые посвятили свою жизнь созданию кино. Мы принимаем фильмы практически от любого человека. Не нужно практически, а от любого человека. Если просто фильм должен соответствовать более-менее качеству и тематике. Если человек заполняет заявку, он может грамотно объяснить, почему он пришел именно к нам на фестиваль с этим фильмом, что он хочет сказать. Мы берем, у нас за всю историю фестиваля участвовали школьники, там, десятилетние. У нас участвовали МЧСники, домохозяйки, безработные. Все, ну, практически все люди, там, какие-то фермеры, там, медсестры и тому подобное. Параллельно, да, параллельно участвуют и люди, которые профессионально занимаются кино. И это очень интересно и очень хорошо. Например, вы сказали о том, что когда на вашем фестивале, у которого такое звучное название «Вижу Бога», человек представляет свой фильм, он выступает в начале. Вы таким образом не ограничиваете понимание зрителей? Потому что если придет человек и скажет, я сейчас вам буду показывать про Красную Луну, и тогда зрители ничего другого не видят в фильме, они смотрят только про Красную Луну. Если люди сначала смотрят фильм, получают какие-то впечатления, а потом уже выступает автор и говорит о том, что вот я на самом деле хотел бы... А сейчас я вам объясню, что вы сейчас увидели. Что вы увидели. Нет, просто он делится своими впечатлениями. Потому что я всегда, ну, я честно скажу, я очень большой поклонник кино, и я всегда старался принимать участие в разных киноклубах. И вот обсуждение после кино, оно гораздо интереснее, чем обсуждение до, или нет? Я объясню. Во-первых, у нас мы не можем себе позволить в рамках фестиваля обсуждения фильмов. Потому что фильмов очень-очень много, да, там мы за два дня показываем там от 70 до 90 фильмов, да. Получается в день примерно 45 фильмов. И зрители выдерживают? Ну, естественно. Но в фестивале мы же не закрываем двери, там кто-то может прийти, кто-то уйти. Почему перед фильмом хорошо, что не все авторы рассказывают о том, что вы сейчас увидите. Человек может выходить и просто говорить, здравствуйте, я мальчик, я учусь там в пятом классе. Мне интересно было сделать этот фильм, и я хочу, чтобы вы его посмотрели. Все, ну, просто зритель увидел мальчика, потом он увидит его фильм, который снят, ну, далеко не так прекрасно, как, например, следующий фильм, который снят целой командой профессионалов. Но при этом тот эмоциональный посыл, который оставил этот мальчик со своим фильмом, он, может быть, даже перевесит то, что потом увидят зрители. Поэтому нам важно, да, чтобы люди выходили, если они хотят, говорили, выступали. Кто-то, да, действительно начинает рассказывать о том, как он видит Бога, что он думает, там, о своем каком-то пути. Был ли такой фильм, который перевернул ваше представление что-то, о чем-то? Вы знаете, каждый год целая пачка фильмов, которые переворачивают мои представления. Ну, вот я вот сейчас вас спросил, какой самый первый фильм? Вы знаете, самый первый фильм, он, конечно, это наш до сих пор, может быть, даже любимый фильм, который был в самом первом фестивале в 2011 году. Он приехал из Екатеринбурга от автора Марата Уткина. Человек работает спасателем в МЧС, и он снял фильм. Вы знаете, там ничего нету такого вот в плане идеи заумного. Там просто рассказывается о таком вот обычном парне-бугае, который вот жил, не тужил, выпивал по выходным, бил свою жену, там, ходил на работу, грубил начальнику. Но это сделано с таким огромным, искренним и простым посылом. То есть ты смотришь этот фильм, и ты видишь этого Марата, который живёт у себя в Екатеринбурге, который вот работает, как его жизнь складывается. Ты его видишь, ты его чувствуешь, ты ощущаешь его мировосприятие, ты видишь моментально мир, в котором этот человек живёт. И вот до сих пор даже, когда мы этот фильм смотрим, он, ну, если смотреть его с точки зрения профессионала, он, конечно, понимаете, он снят на любительскую видеокамеру, он смонтирован там, как человек мог, в той программе, в которой он смог. Но вот тот посыл, который идёт, та энергетика, которая там заложена, она, конечно, ни с чем не сравнима. И как раз я вот говорю о том, что наш фестиваль — это не про профессионализм, это не про игру актёров, не про режиссёрскую работу, хотя и про это тоже. Но когда приходит человек, который вот, ну, не учился он кино нигде снимать, вообще чем-то другим занимается, но ты смотришь то, что он там наснимал, и тебя вот так вот обдаёт чем-то, каким-то потоком, ты прямо ощущаешь. Это так классно. И я, когда смотрю, как зрители реагируют на эти фильмы, я вижу, что они то же самое чувствуют, что я чувствую. И вот это вот ни с чем не сравнимо. Вот поэтому нужно, мне кажется, вот приходить, смотреть, воспринимать, чувствовать. Это очень здорово. Вот всё, что мы сейчас говорили, да, вот я думаю, что можно подставить практически, ну, если мы возьмём любого организатора, любого кинофестиваля, и вот он сейчас придёт сюда и будет рассказывать, и будет примерно то же самое. Наверняка любой организатор любит своих участников, любит те фильмы, которые он показывает, и предполагает, что у него атмосфера очень-очень насыщенная и очень интересная. Ваша тематика, она очень специфическая, она нечасто встречается. Почему, ну, естественно, первый вопрос, почему именно такая тема взята для фестиваля, и как вообще вам в этой теме находиться? Хорошо. Откуда она взялась? Ну, откуда она взялась? Ну, вы знаете, ну, мне кажется, каждый человек, вот каждый житель планеты Земля в какой-то момент, там, в меру своей способности мыслить, он когда-то задаёт себе вопрос, там, кто я, почему я тут, что такое Бог, или там, что такое то, что меня создало. Мне кажется, вот эти вот вопросы экзистенциальные, вот эти вопросы бытия практически у каждого землянина есть. То есть получается, что Бог — это такая тема, которая волнует практически каждого человека. И тогда почему бы нам всем не собраться и не, ну, не знаю, не посмотреть, что люди думают, не поговорить, не потанцевать, не порадоваться? Вам почему близка эта тема? Ну, я такой же землянин, как и все остальные. Поэтому мне, ну, вот, мне интересно. Вы знаете, я всегда занималась ещё при этом вот различного рода исследованиями. Я училась на социолога, да, мне всегда было интересно задавать людям какие-то вопросы, сравнивать, там, проводить какие-то соответствия. И вот как-то вот тема восприятия божественного, да, сравнение различных точек зрения и восприятия, вот это всё как-то вместе так сложилось, и получилась вот такая вот история с фестивалем. Ну, мне кажется, всё очень удачно и всё очень здорово. Ну, хорошо, что эта идея меня нашла. Да, ведь? Я благодарна вообще всем, кто послал. Здорово. Количество участников растёт? Вы знаете, да, конечно, каждый год нам присылают всё больше и больше заявок на фестиваль, но дело в том, что чисто физически, да, мы в рамке двух дней можем вместить там определённое количество часов и определённое количество фильмов, потому что мы и так начинаем, садимся в 12 часов дня, да, смотреть кино, и в 10 часов вечера заканчиваем, на следующий день опять в 12 садимся, в 10 заканчиваем. Ну, мы, конечно, можем и на неделю закрываться в зале и смотреть, но для этого, наверное, нужно делать какие-то выездные такие летние фестивали, где-то по-за городом, но это немножко уже другой формат. Пока нас устраивает вот такой вот городской формат, два дня в выходные, когда люди свободно могут в любое время прийти, начиная с 12 часов дня, прийти, сесть, посмотреть какое-то количество фильмов, потом идти там погулять, отдохнуть, потом опять вернуться, послушать музыку, потом опять посмотреть кино, потом вообще уйти, прийти на следующий день. Ну, мне кажется, это вот так вот очень спокойно всё. Ваш фестиваль, он меняет что-то в жизни автора? Людей. Людей, если вы имеете в виду зрителей, то мы про это вроде как уже поговорили. Ну, просто, смотрите. Когда я смотрела, да. Обычно, когда люди присылают на фестиваль какие-то свои работы, они предполагают, ну, я не знаю, может ли кто-то особенно сильно хотеть денег, предполагая, что он выпускает продукцию для фестиваля с духовной направленностью, то есть, ну, это уже... Вы знаете, по-разному. Да? У нас некоторые прямо пишут так в заявку, мы очень-очень надеемся, что мы победим. А у вас денежный приз? Да. Вы знаете, такая фишка, которую мы тоже придумали, она очень интересная. Мы решили, что каждый год мы будем увеличивать сумму приза на вот, ну, как бы на единицу. То есть, в 2001, извините, в 2011 году, когда был первый фестиваль, у нас сумма приза была 11 111 рублей. Да, там, в 2012 году, там, 22 222 рубля. А сейчас четвёртый фестиваль, у нас, соответственно, 44 44 рубля. И так далее. Пойдём, 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 насколько нас всех хватит. До 3000 года доберётесь? Будут преемники, люди, которые это всё подхватят. Мы только рады будем, если всё это, конечно, продолжится. Потому что мне кажется, что эта идея очень живая. Она наполнена. Вот, ну, я просто чувствую, да, что когда люди приходят, когда люди присылают фильм, когда люди участвуют, что, ну, в этом есть жизнь какая-то. Это интересно, вы знаете, даже в этом интересно участвовать, это интересно смотреть. Плюс, вот, мне иногда кажется, что, на самом деле, тот материал, который мы собираем сейчас, да, ведь сейчас у нас вот в фестивальном архиве, да, за 4, по сути, года уже скопилось там порядка 300 с лишним фильмов. И где-то можно посмотреть? Какие-то можно посмотреть, которые авторы разрешают выкладывать. У нас есть официальный канал на YouTube, и там мы выкладываем фильмы с разрешения авторов. То есть там лучшие, самые интересные фильмы прошлых лет, да, вы можете посмотреть. Вот. И вот этот огромный архив фильмов, точек зрения людей, наших современников, не только людей, которые живут в России, а также которые живут в других странах, мы их собираем сейчас в огромную кучу. Но, по сути, это огромный такой интересный живой материал для исследования. Потому что, вот скажите мне, за всю историю человечества предпринимались ли попытки проанализировать, как вот одновременно, да, срез людей, например, определенный, видит Бога, что он думает, как он воспринимает. Вот если в это залезть, если начать этим заниматься, если начать это изучать, мне кажется, это такое потрясающее будет исследование. Я, правда, сама не могу это сделать. Мне не хватает образования. Но если я найду этих людей, я их как бы, ну не то что заставлю, я их уговорю этим заняться. Ну такие исследования ведутся, на самом деле. Они ведутся? Ну хорошо, с точки зрения кино. Ну это будет ваш вклад. С точки зрения киноискусства, да. Да. Скажите, вот документальные, вообще документальное кино, это, как правило, попадает в разряд фильмы не для всех. Вот то, что показывают на вашем фестивале, это для какой-то специфической публики или это кино, которое создается для кого-то другого? Вы знаете, у нас не только документальное кино, у нас есть и художественные фильмы. Игровые. У нас есть и мультфильмы, у нас есть экспериментальные такие фильмы, которые... Космос. И фильмы, на самом деле, у нас нет вот такого отбора, что это только, например, четко там документалка или что-то еще. Это может быть абсолютно любой фильм, снятый в любом жанре, но главное, чтобы там прослеживалось вот это именно авторское видение, точка зрения автора. Если мы из этого фильма видим, ага, вот автор, вот он, что, собственно, хочет нам сказать, тогда да, тогда берем, смотрим. Совершенно разные фильмы. Я вот посмотрел то, что выложено у вас на канале. Совершенно разные авторы, я предполагаю. Один фестиваль. Есть что-то, вот вы за эти годы уже много наблюдаете людей, есть что-то объединяющее в авторах? Естественно, это все люди, которые так или иначе идут по пути или ведут какой-то поиск духовный или уже все нашли, все знают. Не-не-не-не, я про другое спрашиваю. А про что вы спрашиваете? Это вот то, что вы сейчас отвечаете, это примерно то же самое, что вот мы в классе собрались и пишем сочинение на одну тему. Понятно, что так или иначе мы будем писать про что-то одно. Да, это все люди объединенные, да. А я-то сейчас... В вашем классе как раз люди собираются добровольно. Они туда не по какому-то признаку, только потому, что они родились в определенный год пришли, а по какому-то признаку объединяются люди. То есть я убежден в том, что любая компания, у нее есть какая-то общая черта, которая объединяет всех людей. Вот есть что-то такое? Задумывались вы когда-нибудь? Нет? Я думаю, что нет. Случайные люди? Ну нет, ну почему ничего же случайного нет? Вы знаете, когда люди иногда пишут, как мы нашли информацию о вашем фестивале, это такое вот хитросплетение каких-то так называемых случайностей, как они вдруг попали на наш сайт. Но потом ты смотришь их фильмы, понимаешь, что в принципе вообще-то ничего не случайно, все очень даже очевидно, почему они пришли именно к нам с этим фильмом. А потом еще бац, и этот фильм побеждает. Тогда что? Ну помнился. А фильмы с вашего фестиваля транслируются где-то на каналах? В телевидении? Вы знаете, нет. Не транслируется, потому что, во-первых, и с законодательством есть определенные нюансы, плюс, ну и с авторскими правами, и плюс, ну как бы никто особо не спрашивал. А вообще? У нас была история с православным телевидением, но она у нас ни во что не вылилась. Они сами тоже к нам пришли, попросили, то есть мы с ними несколько встреч провели, но как-то все... Ну, я думаю, ну и ладно. Как бы... Я к тому, что если случается союз, это прекрасно. А если вдруг мы не сходимся по каким-то, да, там, аспектам, то не надо... Ну, я не люблю это форсировать, как-то специально вот это все выдавливать. Значит, ну не время, не созрелась ситуация, не судьба и тому подобное. Вот. То есть у вас нет такой задачи донести до широкого зрителя произведение ваших участников? У нас, знаете, кто хочет так и так и так находит информацию. Мы же как раз выкладываем фильмы в интернет как раз для того, чтобы широкий зритель мог увидеть, чтобы люди на нашем канале увидели те фильмы, которые, если они не могут приехать физически на фестиваль, они потом в течение года могут посмотреть, что у нас было интересного, вот порадоваться или там подумать, поразмышлять. Когда вы, ну, скажем так, начали воплощать эту идею, у вас наверняка были какие-то мечты, были какие-то ожидания, связанные с тем, во что это все разовьется. Вот на настоящий момент сильно ли поменялось задуманное от настоящего и трансформировались ли ваши мечты сейчас? Знаете, я, наверное, сейчас какую-то крамольную вещь скажу, но у меня не было никакой мечты. Нет? Обязанность такая? Нет, какая? Подождите, какая обязанность? У меня же нет никакого там работодателя или учредителя, который меня нанял, который меня заставляет целый год это все делать. Какая обязанность? Вы целый год этим занимаетесь? Ну, а как же? Смотрите, вот мы же не только вот сейчас вот этот период, там, несколько месяцев, когда мы готовим сам фестиваль, мы же целый год там принимаем заявки, делаем посты в группах, там, как-то аудиторию поддерживаем. То есть, ну, это как бы, это ежегодно, то есть, это ежедневно, на самом деле, по сути, поддерживать сайт, писать, что-то, да-да-да. Конечно. Я вот о мечте. Это не то, что я человек, который не мечтает. Просто тут была немножко другая ситуация. Вот я как-то, не знаю, связано ли это вот как раз с таким понятием, как предназначение или нет, но когда вот, знаете, к вам приходит какое-то дело или какая-то идея, или вот что-то к вам приходит, это вы понимаете, что вы не можете это не делать, как бы вот, потому что вы сейчас в этом моменте, вы специально пришли в этот момент, чтобы сделать именно вот это, потому что по-другому быть не могло. Вы просто берете это и делаете изо дня в день, изо дня в день, потому что вы понимаете, что ну вот так надо было, потому что вы, может, родились ради этого сюда. Вот. И поэтому тут вот как раз тут история не про мечту, а тут просто вот как бы я подросла настолько, чтобы мои возможности и силы, и мои контакты, и люди вокруг смогли это реализовать. Мы стали это реализовывать. Конечно, да, мы хотим, чтобы вести космические корабли бразили просторы Вселенной, мы показывали там межгалактические сеансы устраивали, конечно, когда-нибудь нью-высюки там восстанут. Но сейчас вот пока вот так, и нам это хорошо. Чем дальше мы будем расти, развиваться, да, нам хорошо. Мы сейчас делаем, стараемся делать все возможное, что мы можем делать. Придут какие-то новые люди, будут помогать нам вливанием энергии, деньгами, еще чем-то. Да, мы будем расширяться. Не будут пока приходить, но значит, еще пока не время. Большая команда у вас? Нет. Сколько у вас человек? Нас вот постоянных, нас 4 человека. Расскажите про них. Прямо пофамильно. Ну, как хотите. У меня есть мой давний друг, и соратник Денис Болвинов, с которым мы знакомы аж с Лохматова 2006 года. Мы тогда оба практиковали буддизм, и мы с ним познакомились на обхове. Есть у буддистов школы кармы Кагью, есть такая выездная тусня, когда они на неделю уезжают куда-нибудь, и там практикуют, медитируют всю неделю. после этого у них открывается канал. Канал чего? На голове появляется кровяное пятно и прыщик. У каждого практически. Там, например, 5 тысяч человек, например, на обхове. Они в конце садятся все в длинную вереницу, мастер ходят и у каждого проверяют и находят дырку. Да. То есть цель боевоизной сессии получить дырку. Знаете, что происходит? Кости черепа раздвигаются, размягчаются, как вот у детишек маленьких, грудничков. Там есть дырочка, родничок не заросший. Вот у всех практикующих там происходит то же самое. Вы знаете, я бы сама не поверила, если бы сама несколько раз в этом не участвовала, и сама пальцем очень многим людям не тыкала, и себе бы тоже не тыкала. Хорошо. Вот там и познакомились. С тех пор мы идем вместе по пути. Вот сейчас Денис живет со своей семьей в Ставрополь, но тем не менее он продолжает очень активную работу как раз все, что касается фестиваля, потому что и сайт, и дизайн, и т.д. и т.п. Вот такая вот огромная львиная часть технических задач, она вся висит вот на Денисе. Мы, по сути, сколько, мы там уже семь лет дружим и что-то вместе делаем, причем это не первый тоже проект, который мы вместе с Денисом делали, и все проекты очень такие успешные, радостные, веселые. Я подозреваю, что мы вот просто с Денисом когда-то еще раньше, где-то как-то, потому что мы когда встретились, как-то вот все и пошли. Более того, у нас дети родились примерно одинаково, у нас дети одинакового возраста с ним. У меня мальчик, а у них девочка. Я не похожий. Ну, естественно, у меня муж, а у него жена. Но дети выглядят прям почти одинаково, представляете. Кто еще вам помогает? Есть у нас еще Виктория Морозова, чудесная девушка, такая вот нимфа. Она основной координатор фестиваля, на ней висят все ответы на вопросы, работа с людьми, которые приходят на фестиваль. Я думаю, что все, кто придет на фестиваль, Викторию встретят и порадуются. Есть у нас еще Дмитрий Майер, человек, который умеет находить интересных партнеров. Продюсер, по сути. Вы знаете, он сам-то по себе дизайнер, но я думаю, что он любит разговаривать и общаться. И очень много партнеров именно таких фестивальных, которые анонсируют фестиваль, анонсируют прием заявок, как раз пришли через Диму. И за что мы ему, конечно, тоже очень благодарны. То есть вы все-таки предпринимаете какие-то попытки для того, чтобы информация о фестивале разлеталась? Ну, естественно. А как еще? Что значит зачем? Ну, вот вы просто вначале сам сказали, что на самом деле мне самое главное, чтобы собралась хорошая компания, и мы бы здорово потусили, провели время. и на этом хорошо. Да, но это же хорошая компания, например, если я всех позову своих друзей, это, например, 5 человек. Мы же хотим большую, хорошую компанию. У вас уже сложился и зритель определенный, и участники определенные. Зачем вам? Для чего мы каких-то партнеров ищем? Сайты, которые, например, публикуют информацию о всех предстоящих фестивалях? Как для чего? Ну, потому что это информация, которой нужно делиться. Если у вас, я просто, так как для меня логика в любом действии очень важна, я поэтому, извините, поэтому предстою. Я до конца не могу понять. Вот вы с одной стороны говорите, что на самом деле вот тусовкой и этого вполне достаточно, но с другой стороны вы предпринимаете действия для того, чтобы узнали о фестивале, для того, чтобы было больше участников. Тусовка, она состоит просто из людей. У меня же нет разграничений. С другой стороны, вы говорите о том, что у вас нет никаких мечтаний по поводу этого. Все-таки есть какое-то предоставление, к чему вы идете? Причем здесь мечтание, что фестиваль должен развиваться. Правильно? Не знаю. Фестиваль должен расти как любая какая-то вещь, которая должна пройти свой путь цветения, потом плод она рождает, потом она постепенно будет загибаться, умирать, превращаться во что-то другое. Так и фестиваль, он не может не расти, он не может не расширяться, там экспансию мировую свою. Конечно, это естественный процесс, который вот живой организм, фестиваль, да, его, он растет. Почему, почему нет? В чем здесь нет логики? Я не понимаю. Все очень, по-моему, логично, то есть, тупление мироздания. Я понял. Хорошо. То есть, вы по законам мироздания все развиваете. Конечно. А что, как-то по-другому здесь все развивается? Не знаю, не знаю. Есть люди, которые говорят, что... Вы же по мирозданию развиваетесь? Не знаю. Вы лично, как организм. Не уверен. Как-то вы не уверены. Вы в этом мире живете или нет? Я предполагаю, что потому что я живу в этом мире, я, видимо, где-то очень здорово накосячил. Но это уже нюанс. Вам нужно с кем-то конкретно разговаривать. Я вам такое не отвечу, поскольку у меня нет возможности видеть конкретные вещи, но я думаю, что раз уж мы в любом случае все здесь собрались в какой-то момент, то значит, нам в этот момент нужно жить по законам этой планеты и этого мира. И мы не можем здесь жить не по законам этого мироздания как-то по-другому, иначе мы не будем в этой системе. Кого не возьмете на свой фестиваль? Ну, какой-то откровенный страшный трэш мы не берем. Присылают? Да. Очень. Ну, что-то прямо иногда. Иногда смотришь, и что это такое? Как это вообще? Не тяжело, большой ведь объем надо просматривать. Ну, да, поскольку прием заявок идет в течение года, то мы как-то смотрим, стараемся равномерно просматривать. Ну, вот смотрите, каждый год мы составляем фестивальную программу, которая равна примерно 14-15 часам в день, то есть мы показываем 7-7,5 часов. заявок присылают там, ну, не знаю, там в 2-3 раза больше. Соответственно, ну, там, например, там 30 часов нам нужно просмотреть. Ну, за год можно 30 часов просмотреть? Можно. Конечно, большинство заявок сваливаются вот прямо вот в день дедлайна, да, вот у нас там такого числа дедлайн, и, например, там 50% фильмов приходят, и у нас, например, есть там пара недель, чтобы это все посмотреть, ну, посмотрим. У нас же фильмы-то короткометражные, это же сразу уже облегчает задачу, вот, потому что некоторые фильмы по 2 минуты, ну, то есть у нас максимум полчаса, да, там, 30 минут, поэтому вот в этом как раз все прелесть, потому что я тоже люблю, знаете, не люблю, когда долго, мне нужно, чтобы прям быстро, быстро, и все понятно. Вот смотришь, мои любимые фильмы это до 5 минут, вот когда, потому что все самое главное, это все же сразу видно, понятно, не обязательно долго рассказывать, полчаса, да, что было так, потом так, и где-то там ближе к концу мы главную идею там. Хорошо. Мне кажется, за 5 минут все очень хорошо можно, даже за 2 минуты можно, опа, и все. И все, сидишь, понимаешь, обтекаешь. Не знаю, обычно вот так, как мы находимся с вами сейчас в обсуждении неких духовных достижений человечества, то есть и любой человек, ну, который создает фильмы на тему, связанную с Богом, наверное, рассматривает это как некую медитацию. Медитация за 2 минуты редко, когда удаются. Да, у нас даже есть фильмы такие медитативные, специальные. У нас, знаете, в 2012 году был очень интересный фильм, назывался «Медитация на форму Саи Бабы». он длился 30 минут. Там реально просто вот сидит мастер, да, ну, и под музыку он сидит. И все. Мы его включили, этот фильм, в 2012 году. Где-то к середине фильма мы смотрим на зал, половина народа спит. Но причем спит так, вы знаете, в таком, в легком, в легкой такой медитации спит. То есть не то, что от усталости или еще от чего-то. То есть на всех, всех очень даже так вот подействовал. Хорошо. Есть какие-то правила, которым должны придерживаться участники? Ну, прежде чем кто-то... Я понимаю, для чего я это сейчас спрашиваю. Если вдруг кто-то из наших зрителей сейчас вдохновится нашим разговором и скажет, я хочу в следующий год участвовать, какие правила вы транслируете для участников? У нас есть, написано прям вот на сайте, прям официально написано там, в фильме должно быть выражена авторская точка зрения. А что это такое? Как она может быть выражена? Посредством чего? Мы это не пишем. Это уже на усмотрение автора. Если мы смотрим фильм и мы видим, что он выразил чего-то там, пусть свою точку зрения или не свою точку зрения, чью-то там, не важно. И если мы видим, что фильм как бы живой, он действительно несет какой-то посыл, мы его берем. Например, пусть в этом фильме все 20 минут показывает какая-нибудь там гора стоит. И все, гора. Ну, то есть, как таковых правил нет. Авторская точка зрения это является... отсутствие правил, тоже какое-то, видимо, это уже какое-то правило. Нет, ну, мы же тоже какие-то живые люди, мы тоже можем что-то там иногда увидеть или различить. Если мы смотрим и видим, что да, да, классно, здорово, и на фестивале будет хорошо выглядеть, и людям понравится, да, почему бы не взять? если мы видим, что человек просто что-то такое там... Очень много, знаете, присылают... Вот нам нравится, когда снимают специально для фестиваля, вот действительно. А бывают люди, которые просто что-то там сняли и потом на все фестивали отправили, какие можно было, вдруг возьмут. Вот, ну, такие вот не очень. Что если, конечно, он что-то там снял по теме, да, и на все фестивали отправил? Ну, конечно, да. А если вот он просто вот разослал там, например, там, не знаю, своя дипломная работа, вот он что-то там наснимал, ну, не знаю. Когда вы производите отбор фильмов для фестиваля, ну, и вообще, в принципе, когда сталкиваешься с чьим-то творчеством, не своим, а чьим-то чужим, всегда, ну, по крайней мере, про себя могу сказать, очень часто включается некое такое критическое настроение, и вот подметить ошибочки там или еще что-то такое. Как вам удается, ну, учитывая то, что ваш фестиваль развивается, он не развалился, количество участников растет, это говорит о том, что вы можете как-то более-менее объективно подойти к отбору и не обидеть никого, потому что, я так понимаю, что вы берете там треть, наверное, из того, что вам присылают. Да, я бы сказала, что половина даже. Ну, да, треть. Вы знаете, какие ошибочки? Мы же не, вот как раз, еще раз повторю, что мы не с профессиональной точки зрения оцениваем все фильмы, когда мы их берем, более того, даже когда у нас на, мы не сделали никакого жюри на фестивале, хотя мне несколько раз предлагали, а давайте сделаем жюри. Я говорю, а какое жюри, а что они будут оценивать, что, как там смонтировано хорошо или какая работа режиссерская классная? А если вот у нас там, не знаю, группа школьников это все снимала, то что они будут оценивать? Ну, например, эти ребята наснимали такой искренний красивый ролик, от которого просто мурашки по коже бегут. И как вот это судить? Кто это будет судить? Поэтому у нас на фестивале вот исключительно зрительское голосование. То есть люди приходят, получают бюллетеньки такие и могут в тот момент, когда они покидают фестиваль, да, они в любой момент могут уйти, они просто голосуют за один единственный фильм. И мы в последний день это все считаем быстренько. И у нас что-то выходит. Вот, поэтому тут даже, понимаете, мы специально сделали так, чтобы не мы судили, а люди, которые смотрят, судили. Чтобы к нам не было никаких таких вопросов. Да нам и самим не хочется это судить, но нам как-то непонятно, зачем это судить. Пусть тогда уж зрители решают. Спасибо большое. Спасибо вам. Рада разборке с сегодняшней гость нашей студии. Всего вам доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok